Перепись стартовала с розыгрыша смартфонов. Он проводился для популяризации участия. Несколько жителей Брестской области стали обладателями новеньких телефонов. Из 15 разыгранных гаджетов три приехали в Брестскую область. Активно и с энтузиазмом работали переписчики. Мобильные группы посетили более одной тысячи предприятий, сотрудники которых смогли переписаться без отрыва от производства. Постоянно были на связи специалисты колл-центра. Позитивно оценили белорусы новшества интернет-перепись. К моменту выхода переписчиков по адресам, более половины граждан уже ответили на все вопросы. Более двух миллионов человек у нас переписалось в Республике Беларусь. Это 20%. Но если говорить о городе Бресте, в этот период, с 4 по 18 число, из всех переписавшихся в городе Бресте, более 60% выбрали для себя вот именно вот этот способ переписи онлайн. Конечно, не обошлось и без проблем. В первый день онлайн-переписи произошли сбои в работе сайта Белстата. Но ситуацию исправили уже через пару часов. Пострадали и некоторые переписчики, которые ходили по домам частного сектора. Молодых людей покусали непривязанные собаки. Да, были у нас страховые случаи. Но это связано именно с частным сектором и укусами собак, а также поломкой планшетов. Но это такой технический момент. В принципе, мы и к тому, и к другому были готовы. Наш временный переписной персонал был застрахован в несчастных случаях и также были застрахованы планшеты. В целом, сотрудники Главного статистического управления Брестской области довольны проведением переписи. Сегодня все данные в обработке. Напомним, от итогов кампании зависят многие показатели. Например, прогнозы социально-экономического развития и планы по развитию инфраструктуры, строительство детских садов, школ, больниц, поликлиник. Первые результаты кампании будут известны в феврале следующего года. Основные итоги станут доступны в сентябре 2020. Обработка сельскохозяйственных данных завершится в июне 2021 года.